Возьмёшь себе новый айфон пятнашку? Нет, это всё земное. Ботинки какие-нибудь другие, себе вот без вот этой вот молнии. Юничел, ты что, красота. Скажет вам кто, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Ведущий передачи, меня зовут Евгений. Павлик мой кореш, кто здесь, братан? Адиль из Казахстана, из Астаны. Ребят, я вас всех приветствую. Бамбуча! Это передача! Номер три! Каждый из нас приглашает гостя сюда. Гость должен молчать. Ни слова он не говорит. Гость молчит, мы должны про него сказать всё, что мы о нём думаем. Воу-воу-воу, двигаемся, крутимся, поехали дальше. А сейчас чья очередь? Держи. Порнозвезда какая-то? Да. Актриса фильмов определённого содержания. Глубокого жанра. Да, немножко. А кто это? Это Эшли Николь Миллер, известная как Николь Энистон. Широкой, а может узкой аудитории. До начала съёмок узкой, после широкой. Ну, так и расскажёшь. Я не знаю, я про это чё, я не знаю. Да. У неё немецкие корни. Она работала, как и многие из этого жанра. Сначала официантка, и потом хостесс в заведениях. Потом её заметили режиссёры, она достаточно, по современным меркам, наверное, поздновато пришла в индустрию, ей было что-то 24. Потом она покорила, моментально взяла их местный Оскар. Порно. Какая ассоциация у тебя, какая история, может быть, связана с этим? Шишка, дымит. Это история, мне 12 лет. Детский крем, палатин. Это первые, да, интересные открытия пубертатные. Это всё в рекомендациях определённого Даркнота. А, то есть она не молодая, 12 лет тебе, то есть 8 лет назад ты с ней познакомился первый раз, типа, а-ля. Типа, да, заочно. Ей тогда, ну, наверное, ещё не было 30-ти. И ты сразу же подумал, господи, как же её зовут? И думаешь, надо узнать о ней побольше. Нет. Она просто шла со мной в течение вот этих лет 5-ти. Именно она, ты думаешь, я буду смотреть только её. Да, да. И как ты смотрел, вот, то есть ты сел, это было на каком-то экране монитора или это был телевизор? На ноутбуке, да. На ноутбуке, это было вечером. На работе. Вечером ты в комнате. 11 лет. Да, в комнате. Один. Ну, после школы. Ты живёшь в комнате один. Я с дедом жил. Там особо не посмотришь, вот на этом телевизоре, который переключаешь ещё пассатижами, знаешь. Там всего этого не было, этой роскоши. К сожалению, я не к счастью. Николь не пришла. Ну, и, короче, у тебя уже есть ноутбук. Ну, хотя, да, тебе же 20 лет ноутбук. Это было 8 лет назад. Ноутбук, да, у меня тоже был ноутбук. И ты включаешь и набираешь словами. Николь. Не, Николь. Не, по-любому он там искал, что ему тоже там про бисмарка какого-нибудь. Ну, почему ты зациклился на ней? Ну, что такое? Красивая, импозантная женщина. Почему бы нет? Она выделяется как-то на фоне других. Хорошо. Давай, вот эту вот историю, как вот даже незнакомство, что-то такое яркое впечатление связано с нашей героиней. Яркое. Я потом на её инстаграм подписался, наверное, года 3 назад, возможно. Но выкладывает достаточно умные, прикольные мысли. Не только про фитнес. Она ещё и фитнес-блогер. Ну, они все там фитнес-блогеры, господи. Особенно этот лысый. Ну, лысый-то понятно, из Бразерсон. У меня возникает очень пошлый вопрос. Я не знаю. Я мучаю себя. Давай Дудя включили. Ты же знаешь, что есть некоторые имена, которые нельзя называть в Российской Федерации. А, ну ты сделаешь вот этот... Я не хочу это делать. Ты понимаешь, ты заставляешь меня сейчас в монтаже изъебнуться вот ещё раз. Мало того, что я... Нельзя говорить. Вот это всё... Ты опоздал на 40 минут, а я тут всё это устанавливал. Свет, эти все камеры, всё это было. И ты ещё хочешь, чтобы в монтаже я сидел, ковырялся. Мало того, вырезал твоё молчание, вот это вот нудню, которая была всё это время. Ещё я должен и на агентов сюда всех вписать. Молчание тоже классный рассказ. Извините, пожалуйста, товарищ. Вопрос, какой-то пошлый, 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 важный. Вопрос, что не рубишь в этой движухе все дела. Дрочить я начал очень поздно. И самое главное, что когда я это начал делать, это делали уже все и очень много людей. И когда мне рассказывали, что есть такое, я на них смотрел, а в этот момент у меня уже была девушка. И мы с ней целовались, хоть и без языка, но мы должны были научиться. И они, мои одноклассники, мы идём со школы, а я среди них, ну я единственный, у кого есть девушка. И они говорят мне, Женёк, ну чё там? Я говорю, ну мы даже поцеловались. Какой класс? Седьмой класс. Седьмой класс. У них ни у кого не было никого. Это были дети. У кого-то родители? Среди них был взрослый парень уже. То есть у меня переходный возраст именно в эти вот годы. Он с шестого на седьмой. В седьмой класс я пришёл уже другим человеком, у которого уже, извини меня, есть девчонка. И лобковые волосы. И у меня спрашивает мой одноклассник, а мы идём втроём. Он говорит, Женёк, ты на неё дрочишь? Я вам клянусь. Я говорю, что? Он говорит, ты на неё дрочишь? И я его не понимаю. Я говорю, я не понимаю себя. Мне 12, да? Я говорю, я тебя не понимаю. Он говорит, ну ты дрочишь на неё, а я не понимаю значение слова «дрочишь». И я говорю, объясните мне. И они на полном серьёзе начинают мне объяснять. Это когда ты берёшь в руки и начинаешь её вот это вот колоблудить туда-сюда наверх. Создавая вот этот вот эффект, вот это всё движение. На тот момент я не видел ни одной странички порнографической. И я не видел ни одной порно-видеофильма. Ну, у меня не было таких гаджетов. Я говорю, у меня не было таких гаджетов вообще. Ты по утрам просыпался с мокрыми трусами и тебя не сдавал. Ну, мне всегда нравились девушки. Я всегда думал о них. Я всегда хотел с ними как-то там... Контактировать. ...целовашки. Ну, как бы меня тянуло всю жизнь. Прям я помню, эта тяга была. Она была с 5-6 лет. Мне нравились девки в саду. Они мне нравились. Первая любовь в детском садике, конечно. Но я не знал, что можно брать в руку пысу и её вот это вот мять, выдавливать из неё соки. Я об этом не знал. Может быть, это отец должен был мне рассказать, которого у меня не было никогда. С дедом мы на такую тему не разговаривали. Понимаешь? Я был не в курсе, и пацаны мне всё это рассказали. Мне говорят, приходишь домой, на стою. Уй, и начинаешь. Хочешь, мы тебе кассету дадим. У нас у родителей есть. Ау, где? Да мне некуда, говорю, смотреть, да. Я говорю, мне смотреть негде на кассету. Я прихожу домой, а у меня всегда дома кто-то есть. У меня бабушка, дедушка, мама на работе приходит. То есть, я никогда в жизни не был дома один. Такого не было. Я в комнате сидел. Было бы круто, если бы ты ещё не знал, что это так плохо. Ты бы сказал, дорогие родственники, я сейчас в комнате, буду дрочить, не заходите. Это было бы интересно. Я делаю домашнее задание какое-то у меня, и стол, я достал свой хлюхин. А другой рукой я что-то пишу. Два плюс шель. И у меня ничего не получается вообще. Я понимаю, что... В общем, не встаёт даже, что-нибудь? Я не понимаю. Мне сказали, что должен быть эффект, как после секса. Что у меня должно быть извержение вулкана. Мне рассказали, что есть такие функции у него. У меня ничего не получается. И я понимаю, что эти щенки меня просто нае. Как говорится, боли. И я прихожу, говорю, пацаны, говорю, ну, конечно, косяк с вашей стороны. Вот такие мне говорить глупости. Ты заставил их дрочить? Они говорят, ну что, ну, неужели? Нет, я говорю, нет. Вообще, говорю, борода полная. А он говорит, а на что ты делал? Я говорю, значит, на что? Ну, ты фото, видео, представление. Я говорю, я делал уроки. Они говорят, блядь, Женёк, надо. Если у тебя нет видоса, либо фото, надо представлять вот это. Представь свою даму, какую-нибудь другую, туда-сюда. Я говорю, ну, ладно. И я пришел, я как представил. Все вот это. Я думаю, офигеть. Офигеть. Серьезно? Рили? Это вот эта была вся херня. Ты столько лет об этом молчал. Да, да, да. Да, я офигел, конечно. И с этих просто пошла, пошла ажрафт. Ну, один хрен, особо ничего не посмотришь. Видак появился только лет там в 17. И то, где этот, я же не пойду, покупки. Нет, мне, да, мне это. А что, эти фишки, помнишь, там были? Я облизнул, там голенькая появилась. Да, 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 мне были, были. Я помню, я каждый раз смотрел, как одноклассники облизываю, думаю, боже мой, сколько людей сейчас облизывали. К чему я все это рассказываю? Да, был опыт, что я смотрел какую-то порнографию. Было дело, но чтобы знать этих девок по именам, до такого даже как-то вот... Ну, так скажу, специально, никогда не искал, нет. Ну, я знаю некоторых. А ты знаешь Джессику Сим, там, Шнупсон, я не знаю. Она известная, вот это вот, кто-то вот ее смотрел. Да хрен, да хрен его знает, ребят. Ну, я знаю, но не потому, что я их искал там, а по другим там. То есть, я включил, ну, 15 секунд, смотрел, все, выключил, как, фу, блядь, фу. Мне всегда было интересно, то есть, есть люди, которые смотрят, то есть, от начала до конца, ну, то есть, прям смотрят. Там же по три... Ты смотришь прям, да? Когда как? Блин. Если сюжетка цепляет? Сюжетка? Сюжетка. Включил, быстро перемотал. Нет. Сейчас режиссеры изворачиваются, они делают такими зацелями, просто с бэкграундом совсем, да. Даже так, да. Там, может быть, 40 минут она идти, и только 10 минут в конце они тудыськи, а все это будут разговоры, часами, красота. Жесть. Нуар даже. Ты не хотел бы сняться в таком кинофильме? А почему не? Я раньше хотел. Хотел, да? Ну, лет до 16 хотел. Ты хотел, чтобы это было вот как-то вот так вот? Да. Да. Только... Это эти видео, они все быстро разлетаются, я тогда это понимал. Только птицкой, чтобы было видно, и чтобы было видно вот коленки. Да? А можно, чтобы как на Рэн-Ти-Ви даже проникновение видно просто, тела трутся-то? И вот такие вот голоса. Почему поменялось видение, мнение, желание? Ну, я повзрослел, наверное, чуть-чуть. Да нет, ты просто побоялся стопудово. Побоялся критики, что тебя это... Да ты, че ты, как ты? Когда сейчас зайдет какая-нибудь девка, им... А у нас все уже есть. Есть диван, есть зрители, нахуй, ну, это конец. Оператор. И... Суфлёк. Предложили бы тебе, предложили бы тебе сейчас миллион рублей. Сказали бы, лицо закроем, голос поменяем. Ты бы сделал это. Вставай раком на диван. Миллион рублей. Миллион рублей, брат, на дороге не валяются. Лям. Лица не будет, палиться не будешь. За лям-200 с лицом. Сам, лям-200? Лям-150. Чего в поле чудес? Нет. Ну, за лям ты попукался бы инкогнито? Нет, нет, уже нет. Если бы ты два года назад меня спросил, ты такой, да, да хоть за 500 рублей, хоть бесплатно, вы что, натура, вы не... Ну, а сейчас что? Ну, что? У тебя есть любимая женщина, правильно я понимаю? Нет. Ты мечтаешь о том, что у тебя она будет, и ты заочно не хочешь ей изменять с первой попавшейся Николь Джессикой Кимстон. Вообще не так. Просто, наверное, не делать это основным родом деятельности, как эти все. Да я бы не предлагать тебе. Да тебе нет. Это тебе предлагают вот сейчас. Пока колонны разовая акция. Возьмешь себе новый айфон пятнашку. Нет. Это все земное. Ботинки какие-нибудь другие себе, без вот этой вот молнии. Юничел, ты что, красота. А ты знаешь, что такое Юничел? Челябинская обувь. Харубу снимать себе прямо в центре, прямо вот на Бальске, чтобы прямо вот это было миллион рублей. Хоть поживешь месяцок в бар, покутишь, пивка-то элитного попьешь, Эля. Бля, нихера мы сейчас и прорекламировали так незаметно. Юничел. Юничел, Челябинский обувьный завод. Зашибаться. Короче говоря, Паш, ты как? Будешь залям пукаться? Конечно. Конечно нет. Нет? Конечно нет. Конечно нет. Провокация. Мы этого делать не будем. Никогда в жизни. Я не знаю, за Пашу я. Да. Слушайте, ну блин. Нашли. Нет, конечно. Так, ладно. Короче, ребят, гость. Покажи, покажи, покажи. Александр. Александр Григорьевич. Я, я Книч. Ханряк, я. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует восьмостон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. А я часто его песню, но у меня другая любимая у него песня. Налетела грусть. Ну что ж, пойду, пройдусь. Ведь мне ее делить не с кем. И зеленью олей, в пухе тополей, мне нужна твоя. Я иду с землей мерзкой. Может, скажет, мол, кто, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрее. И зеленью олей. Нет, в городе... Миром. Жеребенок. Ну, по-моему, все все высказали, да? Нет, я скажу так, что Розенбаум — это тот исполнитель, которого я с удовольствием пою в караоке и его песню. У меня единственная одна претензия. Есть одна песня. Она не очень известная, но она моя самая любимая. Называется она «Весеннее сумасшествие». Я всегда хочу попеть ее, но могу петь ее только акапелло, либо под фонограмму. Почему? Потому что минуса нет. Это классная песня. Она такая эмоциональная, она восхитительная. И нету минусы. И я обламываюсь постоянно. С Розенбаумом у меня данная... С Розенбаумом! Облом. Хотите, я ее за это... За чекиню. Давай, давай, давай. Пока я ищу ее, вы про него что-нибудь скажите, вот кто тоже ты там. Я ничего про него не знаю. В два года его песню услышал. Не помню, какую. Не помню, какую. На магнитофоне было. Вот надо вспомнить. То ли «Ау», то ли «Ничего другого на ум». «Ау, ау, ау». Я еще думал, что за «Наум». А это «Наум» оказывается. Ну да, у вас же там этому «Наиль», «Наум». «Наиль» или нет. Но, по-моему, песня была другая. Песня была классная. Я упивался этим бархатным, чем у него тенор. Я не знаю. Ну, баритон, скорее. Баритон, наверное. Вот. Классный дядь. Простой, простой. Не, ну так надо вспомнить о том, что вообще-то он простой фельдшер. И работал... Да, как Чехов. Да, он врачом. Работал на Скоряке, на севере. Не помню, в каком городе. Где-то на севере. И петь он далеко стал совсем не рано. Он потом уже... Ну... Да ничего, Александр... Потекли ручьи весенние. Только бы любить. Да вот и некого. Что же это я стал рассеянный? И куда же это я все бегаю? Забываю всех. Забываю все. Где гулял вчера? Не помнится. Только ноги, ноги, ноги. Все вперед несет. Сердце в танце пойдет. Заколотится. Заколотится. Фонари кругом, словно лешие, Наклоняются ко мне с хохотом. И чего же это я стал бешеный? Почему в голове, в голове грохает? Голубь норовит по лицу и ястребам. Тротуар горит горячо ногам. Улицы кричат серым раструбам повезло же нам, повезло же нам, повезло же нам. Шляпу снял свою, а в руках армяк комкою плююсь и низко кланяюсь. А в ушах ослиных марши гремят. А в глазах бараньих серое здание. Встал над серным брехло. Дворовый пес на карачках. Сосед в земле роется. Ах, куда же это меня чёрт понёс, ангелочек мой. Вот-вот скроется, вот-вот скроется. Они молодец, молодец. Ну ладно, всё. Вот эта песня. Нету минуса. Нету минуса, просто не у я и всё. У Яковлева тоже нету минусов. Розенбаум, респект, уважуха. Всегда с удовольствием эти песни я слушаю. У меня есть такая болезнь. На концерт ходил когда-нибудь. Блин, я ходил по раз, меня очень по-ябщу. Ну, в зале одни. Молодец, такая тема, короче, у меня. Я, когда слушаю песни, мне насрать на текст. Я не слушаю текст. У меня мозг не воспринимает текст вообще. Мелодия. Я чувствую аранжировку, музыка, бит. Эмоция. Это вот, даже если текст, так они тут перешли. Во, клёво, клёво, клёво. Мне это нравится. Чтобы вовникнуть в текст, мне надо, чтобы мне сказали, ты текст-то слушал этой песни, ты послушай. Я такой, ну ладно. И я слушаю. Я начинаю вникать. У Розенбаума есть песни «Жеребёнок». И этот текст, мне не нужно было, чтобы мне левые люди сказали, вслушайся в слова. Я сам случайно вслушался и а-и-ел. Я когда эту песню пою, у меня вот эта вот слеза вот так вот ещё вот. Давай. Пойди, позови. Это уже стальной. Пойди и позови. Вот если бы мне сказали, вот, Женя, возьми в руки свою кукушку и включи жеребёнка. Она будет у-у-у-у-у. С весом. Значит, не круто. У-у-у-у. Непонятно, но очень смешно. Я не понимаю, к чему ты всё это укаешь, но очень смешно. Спасибо. С Пашей так было. Юмор. Паша что-то мне говорит, а мне смешно всегда было. Это было бы. Просто воняет изо рта. Надо было полтора часа здесь просидеть, чтобы вот стало опять так, как... В смысле? А, кстати, в натуре. Сколько время? Нормально. Ну, немножко осталось, но скоро ехать. Пишите, кого бы нам пригласить сюда и что вы думаете о наших гостях сами? Согласны вы с нами или нет? Согласны ли вы с тем, что надо смотреть порнушку от начала мать её до конца? Блин, есть такие люди? Есть такие. Гадость? Фу. Железная армия. Опа, опа, опа. Ну, давайте, давай, начинай ты. Я никогда по нему не фанател. Арнольд Иванович Шварц. Знаю, что он президентом... Ой, господи, губернатором был в Калифорнийской области. Области. Вот. В Убернии. И актёр рано начал с подросткового возраста заниматься. Да все об этом знают. Галчурный. Все об этом знают. Он не понимает до сих пор. До самой юности никто по нему не угорал, как вы. Вот, есть ассоциация какая-то, что по нему как-то никак не угорали. А вот помню я там сидел, и там проходил чувак, а у него была собака, и она подняла свою ногу, а оказалось, что у нее не было этой ноги. Вот, история, все, все услышали, все кайфанули. Вот, я знаю, что он был... Ваша вот молодость. Да забей про молодость. Меня на Арнольд вообще насрать, и как бы все фильмы с ним фигня. Кроме этого, забыть все, или как там на марте, когда он... Фу, это воржака был. Не, знаете, чувак, у него классная тема, он когда вот тот, кто там в банке качал, он рассказывал, что по молодости он качал в зале только на Куриным. И он говорил, что, короче, он да, он да, но что... Что? Употреблял каннабис. Который нельзя употреблять. Нельзя. Но этого... Ребята, вы мне не подставляйте. Я очень мало знаю, что творится в мире. Я не смотрю телевизор. Я абстрагируюсь от этого говна, от полностью и абсолютно, чтобы я об этом не касался. Нет, хоть иногда выходить из... Когда я сам к этому не соприкасаюсь, у меня это в жизни не касается этих прикосновений. Никто мне вот это вот в ухо, никто сам это не заставляет. Тебя сейчас что конкретно смутило? Смутило то, что есть какие-то вещички, слова, за которые могут эту нашу передачу прикрыть. Не волнуйся. Вот, например, наркотики. Наркотики-то зло, это плохо. И, может быть, мне нужно под видео писать, что это плохо. Ты думаешь, мне охота в монтаже это писать? Хорошо, давай по-другому сформулируем. Когда он употреблял наркотические вещества... Которые просто фу, гадость какая-то. Меня до сих пор воротит. Я когда читал, я... Меня до сих пор со вчера... Я как вспомнил... Меня не отпускает. У меня руки вот, смотрите. Да. Ну вот, и, в общем, он любил вот под этим делом в зале как раз. А почему, он говорит? Потому что, когда я вот такой вот, я качаю, говорит, я чувствую конкретно какую мышцу, в каком положении, как... Он говорит, это непередаваемое ощущение. Мне просто нравилось, что я вот там хочу не всю икру, а там какую-то. И он говорит, я знал, в каком положении мне нужно... Он у нас саженный, а качался? Он ходил, качался. Да, говорит, я чувствовал все. То есть, отдельно какую мышцу мне нужно... Вообще, он там много. Я не знал, что он хапал так жестко. Да, что ты думаешь? Он сушится, а не как? Химия. Пацаны, у меня была тетрадка, я вырезал из панорамы. Знаете, помните, была газета Панорама ТВ? Она и сейчас есть. И там были такие фотки, там, например, 21-30. Серминатор 2 и фотография Шварценеггера. Я вырезал, когда неделя проходила, эта панорама валялась в туалете, она воняла всегда беломора, у меня дед курил в толчке. Иногда мы случайно промахивались из панорамы. И проходила неделя, в понедельник она такая была свежая, а в воскресенье просто такая вся она как в моче. Подготовленное употребление. Я вырезал оттуда фотографии Шварценегера, приклеивал в отдельную тетрадочку. Ну, то есть, наверное, я был фанатом его. Раз я так делал, мне прям, мне очень нравилось. А тогда выбора не было. Опять-таки, было три канала. Они очень хреново показывали. И был Шварценеггер, Сталлоне и Ван Дамм. А как же Джеки Чан? Я не помню, почему я не вырезал Ван Дамма и Сталлоне. Может, потому, не знаю. Я вырезал Шварценеггера. Мне он заходил люто, очень люто. Для меня это был прям топ. Мне он снился во сне точно. Я помню, что я, будто бы он мой пореж, там, батя. Он мой батя. С красным глазом. Может быть, я думал, что он мой батя. И вот это перекачанное тело, может быть, это потом. Я понимал, что это все в шляпу, когда такие накачанные очень сильно. Но, наверное, мне нравилось в детстве. Я не помню. Я очень плохо помню. Но я понимаю до сих пор, что Шварц неприятен. Он для меня приятный старый хрыч. Может быть, он уже с вялой титькой обвисший. Это вряд ли. Вряд ли. У него же есть деньги, он сюда может подтянуть. Даже тот конфликт, что он переспал со своей служанкой. Находился другой парень. Сын, который очень похож на Шварценеггера. Вот пофигу. Я даже это не знал. Пофигу все эти подводные сплетни. Это желтая пресса. Для меня он был авторитетом. Не делай это больше. Он был для меня авторитетом нереальным. Нереально реальным. Отложился в моей памяти очень хорошо. Может быть, благодаря ему у меня до сих пор такое всегда сексапильное, накачанное, сухое, без жира мышцы. Без жира, без мышцы. Без мышцы. Без мышцы. Без мышцы. Без мышцы. У меня есть какие-то герои, на которых я хочу быть похожим. То есть, я сейчас бородатый. Как вы думаете, почему? Когда ко мне пришла эта мода? Она ко мне пришла тогда, когда у меня еще три волосинки вылазило. И приходилось постоянно их сбривать, чтобы что-то выросло. Я мечтал о бороде с тех пор. Давай, в интернет заходи. Конор Варвар? Нет. 300 спартанцев. А, я понял про кого-то. Позырь, в каком году этот фильм начался? Это кино я посмотрел, я увидел этих здоровых мужиков. Джаред Батлер был царем Леонидом. Этот нарисованный их пресс. Тих-тих-тих-тих. И не особо накачанный, как Шварценеггер. И такие симпатичные мужики. 2006 год. 2006 год. Мне в этот момент 6. Ой, я уже взрослый. Какой? Первый курс как раз мы учились. Серьезно? 2005-2006 первый курс. Отлично первая часть. Да, ты со спартанцем. Думал, я был мелким. Нет. Да, 6 лет. Посчитай, сколько мне лет ему было в 19-м году. Тебе 17. 18-6. 18 лет, это получается, мы на втором курсе. Я это кино смотрю. И я понимаю, что мне хочется быть тоже бородатым мужиком. И в 21 год, через 3 года у меня уже начинает расти хорошая борода. Из 21 года я реально царь Леонид. Во-первых, тело всегда шикарное, как и сейчас. Во-вторых, борода четко всегда. Но сейчас появились волосы на голове. Это легко исправить. Джейсон Мамоа. Аквамен. Похуй, кто. Тоже есть такое. Увидел персонажа, он тебе понравился, и ты вот нет-нет, из него вот это все вы, как говорится, вот это выращиваешься. Да, рафтинг. Нет. Так, продолжим. У вас опять нету гостей никаких? Да, я поеду уже 2 часа. 2 часа. Да, мы заканчиваем эту передачу. Дорогие друзья, всем спасибо, что пришли. Это было супер. Надеюсь, нас посмотрит очень много людей. Эта передача выйдет в тренды. А для того, чтобы это было, вам нужно не скупиться на комментарии. Писать свои какие-то мысли о гостях, о будущих гостях. Писать комментарии. Ну, тоже хоть слово какое-нибудь скажите. Я перебивать не хочу? Перебивай. Жмите на колокольчик. Ты что-нибудь скажешь? Подписота. Не, я не хочу. Ребят, в общем, мы ждем от вас обратной связи. Мы ждем от вас позитива. Мы ждем от вас и негатива тоже ждем. Мы ждем позитива. Ставьте. Да, 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 конечно. Все. Все. Ну, все. Тогда все. Продолжение следует... Продолжение следует...